МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Это телеканал «Двер» сегодня в студии Кирилла Мэев. Здравствуйте. Нынче был с самого утра чудный день. В суд Заволжского района отправилось очередное прошение из муниципалитета о продлении действия городской свалки. Прекратить свое существование она должна была еще в июле 2007 года, но оказалась чрезвычайно живучей и вообще она живее всех живых. Сейчас все объяснит Анна Шевчук. Как считают в администрации Твери, полигод на Беженском шоссе не исчерпал своего ресурса. Поэтому городские власти совместно с МУП Тверспецавтохозяйства обратились в Заволжский районный суд с заявлением об отстрочке прекращения эксплуатации полигона. Первое решение о закрытии свалки было принято в июле 2007 года. Тогда причиной закрытия свалки назвали нарушение требований санитарного законодательства Тверспецавтохозяйства. В дальнейшем исполнение решения суда несколько раз откладывалось. Теперь администрация Твери сообщает, что ситуация по содержанию полигона и его эксплуатации кардинально изменилась. Действующий полигон, цитата, перестал быть источником загрязнения атмосферы в Калининском районе. Прекратилось задымление проезжей части автомобильной дороги Тверь-Беженск, о чем прежде всего говорит отсутствие жалоб жителей города и близлежащих населенных пунктов различные органы государственной власти. Таким образом, нарушения, которые послужили основанием для принятия в 2007 году судебного решения о прекращении эксплуатации городской свалки, в настоящее время устранены. В связи с этим администрация города обратилась в Заволжский районный суд с заявлением о предоставлении от срочки исполнения решения суда о прекращении эксплуатации полигона ТБО. Дата судебного заседания пока не назначена. Еще одна приятная неожиданность. С 1 апреля на железнодорожном вокзале в Твери проводятся выборочные досмотры пассажиров. В тестовом режиме и при полном отсутствии законодательной базы этого не скрывают даже в руководстве российских железных дорог. Тем не менее, программу обеспечения безопасности пассажиров на транспорте, которую разработали не где-нибудь, а в правительстве России, выполнять надо. Выборочный досмотр пассажиров начался в тестовом режиме на 32 вокзалах страны, в том числе и в Твери. Осуществляют его сотрудники РЖД на основании временной инструкции руководством РЖД и разработанной. Дирекция железнодорожных вокзалов акционерного общества, кстати, тревогу по поводу отсутствия законодательной базы бьют уже давно. У депутатов Госдумы железнодорожники требуют разработать такой же правовой механизм, как и на воздушном транспорте. В ближайшие дни от руководства российских железных дорог поступит детальное разъяснение по этому поводу, нам обещали в пресс-службе ведомства. Там, надо сказать, тоже не заинтересованы в ажиотаже. Но еще о проверках на дорогах. Достаточно любопытный видеоматериал прислал один из наших зрителей в редакцию. Запечатлены кадры глобальной спецоперации госавтоинспекторов в нашем городе. Дело происходит поздним вечером в пятницу. Видеокамера мобильного телефона зафиксировала действия дорожных полицейских на Октябрьском проспекте. Ловили пьяных водителей, останавливали всех подряд. Надо сказать, поймали. В управлении ГИБДД сообщают о десятерых водителях, решивших, что спиртное для вождения автомобиля не помеха. Этот видеоматериал наш телезритель сопроводил весьма интересным комментарием. Вот что было сказано. Ну, недословно, конечно же. Попасть вечером в пятницу в автомобильную пробку – это то еще счастье. Но, тем не менее, потерпим, ибо поступают они правильно. Вот так и никак иначе. Тем временем у нас единый социальный проездной билет стал стоить 240 рублей с этого дня. Еще вчера он стоил 64. Но это было в прошлой жизни. О том, что будет в этой жизни, Елена Глушкова. 64 рубля – такова была стоимость единого проездного билета для населения Тверской области с 2005 года и до вчерашнего дня. Увеличить цену проездного проявались не раз. Однако, кроме повышения общей стоимости билета, до 390 рублей два года назад ничего не добились. К слову, в других регионах общая стоимость составляет 500-800 рублей. Хорошо то, что это повышение, оно как бы в лето уходит. Понятно, что пользователи этого проездного билета – люди преклонного возраста, дачный период, деревня, дачи, поездки по районам. Это 240 рублей – не та сумма, которую могут потратить, фактически платя за билет, за проезд в пригородном транспорте. Но наступит зима, и итоги, думаю, будут плачевные. Надеемся, что проведитель Тверской области примет в течение года и какое-нибудь решение, касающееся повышение и общей стоимости едино-социального проездного билета. В результате заниженной стоимости ЕСПБ убытки терпят транспортные предприятия региона, которые, по сути, бесплатно возят граждан. Ведь общая стоимость билета не увеличилась, а горючие смазочные материалы дорожают день ото дня. Поэтому 240 рублей за проездной билет отнюдь не означает повышение качества транспортного обслуживания. Федеральный закон, который установил отмену льгот и монетизацию, 122-й федеральный закон, он прямо говорит, что в регионах должны быть приняты меры, которые эффективно решить реализацию льгот ветеранов, ну, льгот на категории граждан. Не только ухудшить их положение, но и улучшить. В ситуации, когда стоимость единого социального проездного билета для граждан повышается, при этом не изменяется, не увеличивается ни маршрутная сеть, то есть не увеличивается объем услуг, предоставляемых транспортными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, то как-то неправильно. К слову, даже при четырехкратном увеличении цены на СПБ, она остается одной из самых низких ЦФО. По предварительным подсчетам, для того, чтобы перевозчики не несли убытков, общая стоимость проездного билета должна быть не менее 600 рублей, одну часть из которых оплатит население, а другую – бюджет. Теперь официальная хроника. Сразу после паводка, который, напомню, ждут у нас в первой декаде апреля, начнутся лесные пожары. В этой связи зампредправительства России Аркадий Дворкович накануне провел селекторное совещание с главами российских регионов. Синоптики радуют нас и беспокоят чиновников теплым летом. Для нас лесные пожары актуальны, горим регулярно. Впрочем, отмечается в сообщении Пресс-службы правительства региона, за последние два года количество лесных пожаров сократилось в семь раз. В регионе действует лесопожарный центр. К тому же на тушение, мониторинг и профилактику лесных пожаров предусмотрено 68 миллионов рублей из областной казны и почти 60 миллионов из федеральной. При возникновении чрезвычайной ситуации одновременно могут быть привлечены почти 2600 человек и свыше 770 единиц техники. С воздуха ситуацию будут отслеживать силы авиаразведки, а также аппараты беспилотники. Предполагается задействовать системы спутникового и видеомониторинга. Серьезное внимание будет традиционно уделено и торфяникам, коих у нас в области чрезвычайно много. О чрезвычайных ситуациях шла речь накануне и во время заседания комиссии по антитеррору. Вот что сказал губернатор. Главы муниципалитетов должны уделить особое внимание надлежащей работе системы оповещения действиям всех служб в условиях ЧАЭС о ликвидации последствий стихии и провести дополнительную разъяснительную работу с населением о правильном поведении в чрезвычайных ситуациях. Еще Андрей Шевелев подчеркнул, что в последнее время, как по области, так и в целом, и в муниципалитетах приняты конкретные меры по организации развитию единой дежурно-диспетчерской службы. Это является первым шагом к созданию государственной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Телефонные звонки от населения в адрес отделения милиции, служб скорой помощи, подразделения МЧС, коммунальных организаций, а также обработка информации, оповещения в случае ЧАЭС будут осуществляться централизованно, что позволит более оперативно реагировать на возникновение непредвиденных ситуаций. Нынче же глава региона встретился с руководителями Удомельского района и города Удомля. Такие встречи традиционны и позволяют не только говорить о существующих проблемах, но и находить пути их решения. Подчеркивается в пресс-релизе, который нынче размещен на официальном сайте правительства региона. Сегодня Удомельский район имеет все основания, чтобы быть самодостаточным, работать на перспективу, реализовывать важнейший бизнес и инвестиционные проекты, социальные программы, решать вопросы жилищно-коммунальной сферы, подчеркнул глава региона во время беседы. Выработка решений может быть совместной, но активность должна исходить от территории. Руководители Удомельского района доложили губернатору о проведенном анализе ситуации в муниципалитете и выработанных антикризисных мерах, направленных в первую очередь на ликвидацию финансовых долгов, снятие социальной напряженности и выстраивание эффективной бюджетной политики. К другим событиям очередной этап президентской программы подготовки управленческих кадров в сфере образования и здравоохранения стартовал нынче в городе. Сообщение на тему подготовила Елена Глушкова. Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Цирской области не первый год, а с 2011 года появилось новое направление – повышение квалификации работников в социальной сферы. Любая учеба в любом возрасте – это определенный стимул и мотивация отменяться с коллегами своими знаниями, получить новые знания. Это интересно. Это интересно, как будто окунаешься в свою студенческую жизнь, возвращаешься назад. И я желаю вам, прежде всего, конечно же, вот эта учеба, чтобы она носила не только для галочки, чтобы прошли это учебу и отчитались. Нет, я думаю, что, скорее всего, важнее и самое важное, то, чтобы с этим багажом знаний вы пришли в свои учреждения и могли довериться этим багажом знаний уже со своими коллегами. 75 работников сферы образования из Тверской, Рязанской и Ярославской областей в ближайшие две с половиной недели будут повышать квалификацию и обмениваться опытом. А результатом обучения станет проектная работа. Вот эта образовательная площадка, она добила большой опыт работы в рамках программы «Повышение квалификации управленческих кадров как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения». Уже прошло два потока сферы образования и два потока здравоохранения. К нашей чести в нашей проекте представлены Ташвина. И на встрече с Леведевым из 22 слушателей этой программы четверо те, которые занимались проектными работами на базе нашей площадки. Появление такого направления в нашей области не случайно. На сотрудников образования возложена ответственная задача. А повышение квалификации может стать хорошим основанием для увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы. Компания МТС представила тверским журналистам новые телеком-новинки. Теперь, например, можно отправить СМС для того, чтобы выключить забытый работающий утюг или наплатить бензин посредством мобильного телефона. Катерина Рыжова побывала на специальной пресс-конференции на эту тему и уверяет, что все это на самом деле. В этом году МТС отмечает свое 20-летие. За эти годы спектр услуг и сервисов, которые компания предлагает, далеко ушел от обычной голосовой связи. Не только голос, но и мобильная передача данных, мобильный интернет является всего лишь основой тех сервисов и тех услуг, которые мы стремимся предлагать нашим клиентам. На встрече с клиентами и прессой специалисты МТС рассказали о самых новых и интересных решениях и сервисах. Например, о сим-картах, способных работать при экстремально высоких и низких температурах. Или об особенности технологии M2M. Что такое M2M? Это уже не люди разговаривают между собой, а машины. Машин-то-машин. Это технология, при которой взаимодействие осуществляется непосредственно между самими приборами. Это может быть бытовая техника, это может быть какие-то специальные устройства. Именно на технологии M2M основаны сервисы, обеспечивающие возможность удаленного мониторинга транспортных средств. Они уже широко применяются в Верхней Волжье. Почти 80% транспорта муниципального пользуются сим-картами МТС. Это школьные автобусы, это система мониторинга ГИБДД, это патрульная машина УВД, это совместно с нашими коллегами проекты по скорой помощи, электронные кардиографы, мониторинг, соответственно, непосредственно автотранспорта. Представители компании подробно рассказали о том, как в режиме реального времени происходит отслеживание транспорта, как сервисы МТС позволяют экономить расход топлива, и даже каким образом с помощью современных NFC-технологий водитель может заплатить за бензин с мобильного телефона. По сути своей теперь достаточно подъехать к колонке, прислонить телефон и произвести просто оплату топлива, ну что операторы сделают у себя, уже на терминале непосредственно введет там непосредственное количество литров, при необходимости будет запрошен пин-код, после этого произойдет авторизация и произойдет оплата топлива. Все. МТС-сервисы применимы не только в сфере транспортных перевозок, они способны преобразить даже быт в отдельно взятой квартире. Каждый из нас, опять-таки же, возвращаясь в свой дом, забыл я выключить утюг. Ну, пусть это будет, ну, утюг. Я тут же набрал себе необходимый код на телефоне и поговорил со своей розеткой. Послал смс-ку на розетку, где, собственно говоря, выключил этот утюг. Услуги, которые предлагает своим клиентам МТС, нашли широкое применение в тверских компаниях. У нас очень плотно идет сотрудничество с компанией МТС, и это уже не первый год. Мы сотрудничаем. Качество связи нас вполне устраивает, и что голосовой, что передача данных. Есть некоторые моменты, которые нас заинтересовали более плотно. Это вот именно я уже говорил, что это мобильный сотрудник, очень интересный такой сервис, услуга. И также навигация, навигация это спутниковый мониторинг непосредственно как транспорта, так и, так сказать, удаленный офис. На специальных мастер-классах все те, кто также готов начать использовать инновационные сервисы компании МТС, получили возможность подробно узнать о конкретных услугах и ближе познакомиться с новыми технологиями. В сообщении о культуре выставка современного искусства открылась в Петербургской галерее Ткачи. Выставка неоднозначная, там представлены работы 25 художников, и некоторые картины были раскритикованы потому, как оскорбляют чувства верующих и вообще антирелигиозны. Организатор выставки Марат Гельман говорит, что ее открытие было отложено из-за негативной огласки. Ожидается, что на этот раз выставка привлечет тысячи посетителей. На базе нашумевшей выставки Гельман планирует создать музей. Новость о возвращении выставки иконы в Петербург была встречена неоднозначно. Жители города на Неве в первую очередь опасаются новой мобилизации общественных организаций, собиравших подписи против выставки в прошлый раз. Некоторые в шутку отмечают, что менее чем в километре от креативного пространства ткачи находится казачий крестовоздвиженский собор, что обещает веселое открытие выставки. Именно казаками именовали себя активисты, которые требовали отменить показ спектакля «Лолита», жаловались на выставку братьев Чепман в Эрмитаже и угрожали музею Набокова. Есть среди питерцев и те, кто считает настойчивое желание провести выставку в Петербурге сознательной провокацией со стороны Марата Гельмана, выставки которого якобы направлены на углубление раскола в обществе и создание условий для новой смуты. А в Киеве тем временем проходит выставка предметов традиционных славянских народных промыслов. Церемония открытия выставки состоялась в выставочном зале «Хлебная». Представлены работы украинской художницы Ирины Билай и учеников студии «Соломея». Все шедевры из соломы. Чудо! И в завершении программы. Как выяснилось, не одни мы сходим с ума от затянувшейся зимы. Вот всемирная интернет-паутина пополнилась видеоотчетом нескольких поляков о преследовании поезда на лыжах. Без комментариев, но под музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нарочно не комментировал. Курсировал этот видеоматериал, дабы не вызвать желание повторить этот безумный трюк. Тем более мы не в Польше, у нас уже давно сапсаны курсируют. Ну и возвращаясь к началу программы про чудный день. Сегодня с утра в троллейбусе намеревался за проезд отдать 12 рублей. Потом вспомнил, что цена билета повышена до 14, но кондуктор так, между прочим, сказал, что это все будет только завтра. Мелочь, но все равно очень приятно. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Торжок «Универсалбанк»